Мы точно знаем. Футбол вместе с нами сегодня будут смотреть и наши гости. В Приднестровье приехала российская делегация. Это действующие парламентарии и кандидаты в депутаты Госдумы. Сначала встретились с президентом Красносельским. В российской делегации пять человек. Есть знакомые лица. Это действующие депутаты Госдумы Артем Туров и Сергей Чижов. А вот кандидаты новички. Марина Аргеева, глава Калининградской облдумы. Андрей Климентов от Комитета по труду и соцзащиты от Воронежской облдумы. Еще одно новое лицо Андрей Горохов представляет корпорацию развития Калининградской области. С нашим президентом обсуждали предстоящие выборы в Госдуму. Вадим Красносельский говорит, приднестровцы всегда активно участвуют в российских выборах. Так мы причастны к истории большой Родины. Граждане России, проживающие здесь на нашей территории, всегда были активными участниками электоральных процессов. Здесь граждане России, проживая, чувствуют свою удаленность от Великой Родины своей. И хотят быть, скажем так, соучастны не только к электоральным процессам, но и к истории Российской Федерации. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Будем голосовать по двум бюллетеням за кандидата по одномандатному округу и за партию. В Приднестровье относятся к семи российским округам. В Рыбнице, например, депутата Госдумы будут выбирать вместе с Липецкой областью, а в Бендерах – с Калининградской. На территории вообще Приднестровья открывается 27 избирательных участков, три только на территории Молдовы. Ну и, как показывает практика, везде очередь, везде интерес, везде ажиотаж. Это и радует, и меня радует, как граждан России, как президента Приднестровской Молдавской Республики. Российские парламентарии поблагодарили за подготовку к выборам. Говорят, в Приднестровье голосование всегда проходит на достойном уровне. За прошлую неделю в нашей стране собрали более 6 тысяч наказов. Все они войдут в народную программу кандидатов от «Единой России». Удалось собрать из всех городов Приднестровья информацию о проблемах, которые волнуют наших соотечеств. Неважно, являются они гражданами России, либо они являются другими другими гражданствами, но это все наши люди, которые живут теми или иными проблемами. Поэтому буквально вчера у нас состоялся партийный съезд. В народную программу включено ряд пунктов, направленных на защиту наших соотечественников, проживающих за границей. В седьмом созыве Государственной Думы у приднестровцев есть свои представители. И за это время сотрудничество между Россией и Приднестровьем удалось выстроить на качественно новый уровень. Наработана такая обширная практика и в области социальной защиты населения, и сельского хозяйства, и агропромышленного комплекса. В целом развитие инфраструктуры. И сейчас уже рассматривается вопрос о формировании целевой программы поддержки Приднестровья. С программными заявлениями кандидатов в депутаты Госдумы сможем подробнее ознакомиться в течение нескольких дней. Они посетят предприятие, встретятся с избирателями на местах. Визит только начался.